У меня нет детей. У меня подростки. Подростки это новая порода людей. Это особенный вид людей. Самый тяжелый момент в отцовстве это видеть, когда твои подростки принимают неправильные решения при всем этом сохранить мир в своем сердце и мир с ними. Не всегда я правильно справлялся в таких случаях, но вот четыре урока, которые я понял. Первое. Не все их решения отображают мое воспитание. Мы часто принимаем их неправильные решения на свой счет. Мы думаем, что мы плохо их воспитали. Но помните, что они личности отдельные. Иногда они принимают свои неправильные решения не из-за того, как мы их воспитали. Второе. Мозг подростка еще не полностью сформирован. Есть много причин, по которым людям не разрешают делать татуировку или голосовать до 18 лет или пить до 21 года. Их мозг все еще развивается. На самом деле рациональная часть мозга человека не будет полностью развита примерно до 25 лет. И медицинская школа университета Ротчердса говорит о том, что рациональное мышление это не то, в чем подростки смогут преуспеть. По крайней мере пока. Помните это, что это не недостаток характера, а то, что мозг еще не до конца разбит. Третье. Эффективное дисциплинирование происходит в любви. Когда мы мотивированы собственным эго во время дисциплинированного, что скажут обо мне люди, мои родственники? Тогда мы не сможем вырастить здоровую и зрелую личность в нашем подростке. Иногда мы отрабатываем свои собственные мечты, цели и убеждения на наших собственных подростках. Это не до конца правильно. Если вы переживаете о репутации своей, или что скажут о вас люди, или о безусловном уважении к себе, то вы не сможете достигнуть того, чтобы дети полностью вас понимали. Они смогут закрыть рот и просто терпеть, пока живут в вашем доме. Но когда они покинут ваш дом, они будут те, кто есть на самом деле. И четвертое. Быть подростком тяжело. Я знаю, что вы, может, скажете вместе со мной, да, ведь нам тоже было тяжело, мы тоже были подростками. Но у нас не было тогда соцсетей, глобальной пандемии, войны в Украине и многих других расовых напряжений. Исследования за исследованием показывают рекордный уровень страхов и депрессий среди современных подростков. Имейте это в виду и дайте немножко больше благодати. Им непросто. Поэтому учите, беседуйте, а самое главное, выстроите доверительные отношения со своими подростками.